Здравствуйте, приглашаем вас на решающий финальный матч Кубка Мэра Москвы по бильярдному спорту. В дисциплине «Свободная пирамида» встречаются мужчины Сергей Крыжановский, Молдавия. Под овации публики он появляется на арене, и его соперник, украинец Дмитрий Белозеров. К мировому столу приглашается в чемпион мира 2018 года, победитель Кубка Мэра 2019 года. Перечисляют регалии спортсменов, обязательно с ними по ходу встречи ознакомимся. Международного класса Дмитрий Белозеров. Поплотнее и напомним, как игроки добрались до решающего матча. Пока же проникаемся атмосферой главного матча мужчин. Суни у стола. Игорь Многденюх, Международная категория Украины. Андрей Конов, Международная категория Россия. Владимир Польдененко, Международная категория Россия. У нас представительная и судейская бригада. Сейчас будет разыгран право начального удара. Встреча до шести побед. Следить за этой встречей будет комментатор Артем Романов. И вместе со мной многократная чемпионка России, чемпионка Европы по полу Ольга Левин. Добрый день, уважаемые зрители. Очень приятно быть в этот день с вами, наблюдать за интересной игрой. Надеюсь, она всем покажется не только интересной, но и увлекательной, и познавательной. Сейчас производят раскат для того, чтобы выбрать, кто разбивает пирамиду. Конечно, смотрят этот турнир искушенные зрители, но на всякий случай мы будем какие-то вещи рассказывать для любителей, которые, может быть, где-то пропустили информацию. В данном случае первый разбой, право разбоя у Пелозерова. Игрок, который выбрал разбой, может передать? Может передать, в данном случае, конечно же, он берет ход в свои руки и даже настолько внимательно, что не доверяет установку пирамиды никому и сам ее устанавливает. Важно первым разбивать, для того, чтобы в случае контровой партии ход был все-таки у тебя, а не у соперника. Потому что это всегда чревато тем, что соперникский я соберет, уже разыгранный, уже на каком-то кураже, может не подпустить тебя к столу больше. Да, решающая партия, она нечетная по своему ходу. Ну, тут по-разному, может быть. Можно провести начальный удар и открыть счет, а можно не забить и оставить поля на своему сопернику. Да, здесь просто опыт уже игроков. Многократно ситуации были именно таковы, что проигрывали разбой или проигрывали право разбой, или отдавали его. И контровую партию не выигрывали. Она в таком ключевом формате, в ключевом значении собирается с Киев. У профессиональных игроков такая партия собирается с Киев. Девушки сегодня тоже выясняли отношения. Все дошло до решающей партии. Тамския ничего не получилось собрать. Разный характер, конечно, бывает у партии. Совершенно верно. Даже не столько у соперников, сколько у спортсмена, сколько у конкретной игры. Она была в данном случае, если мы говорим про финал женский, это была очень нервная с какого-то момента игра. И все решал даже больше не профессионализм, а состояние... В конкретный день, в конкретную минуту. Нет, именно в конкретную минуту. Именно состояние стабильного, психологического, устойчивого... Именно психологическое устойчивое состояние должно быть, чтобы выдержать в этом ключе, в этом ситуации. Даже такой маститы чемпионке, как Диана Миронова, пришлось непросто. Она живой человек, конечно же. Во-первых. Во-вторых, у нее была... Кубок Мэра Москвы. Да, как раз точно. Принципиальный был матч, принципиальная соперница для Дианы. И Настя замечательно играет, она умеет играть. Она умеет противостоять сильным соперникам. Поэтому это был даже принципиальный матч, много нервов. Несмотря на то, что статистика личной встречи, 1-9 была не в пользу Ковальчук. Главное, на финальный матч они настроились. Затянули, но проявилась вся прелесть характера женского. Да мы только рады. Мы только рады. 9 партий, накал. Это то, что нужно для финала. Что ж, обратимся уже к событиям мужского финала. Какие у вас, Ольга, может, ожидания? Я думаю, я так... Перед игрой мы тут и со всеми действующими лицами пообщались. Все ждем вообще искрометного матча. Но пока получается, вот игрушка. У нас даже не случился, вот игрушка, насколько я вижу. Мужского финала. Какие у вас, Ольга, может, ожидания? Я думаю, я так... Перед игрой мы тут и со всеми действующими лицами пообщались. Все ждем вообще искрометного матча. Но пока получается, вот игрушка. У нас даже не случился отыгрыш, насколько я вижу. Действующими лицами пообщались. Все ждем искрометного матча. Но пока получается отыгрыш. У нас даже не случился отыгрыш, насколько я вижу. Нет, я не могу предположить, как думает у нас Сережа. Это логично. Так, один шар убрал. Да, он отдал ход, совершенно верно. Логично. Закрытая, получается, позиция. Да, Дмитрий правильно разбил пирамиду. Очень точно ее поставил, достаточно точно попал. Так что крайние шары. Вся пирамида осталась в куче. Сейчас будет череда отыгрышей, потому что никто не будет рисковать атаковать. Нет такой позиции, с которой можно было бы раскрутиться. Даже если один шар какой-то, может быть, и случайно изойдет, то продолжения не будет. Риска больше, чем полученного результата, чем профицита. Будем ждать до того момента, пока кто-то не подставит другому хороший. Точнее, не то, что хороший, а удобный для конкретного спортсмена удар. У каждого есть свой конек, свой коронный удар, который, может быть, для другого неиграбельный. Посмотрим, кто когда такой найдет или кто когда решится рискнуть. Конечно, должен быть адекватный риск, когда у вас идет забитие с продолжением. Вся эта игра заключается именно в том, чтобы сделать себе удобную для следующего сыгранной позицию. Это очень активная игра, по сути своей, потому что здесь нельзя быть не в тонусе, нельзя быть не в концентрации. Обязательно надо максимально себе отдавать каждому удару. Здесь одна ошибка, и можно с кия получить факт. Многие говорят, что эта игра какая-то слишком простая, тупое забывание шаров. Я хотела бы сказать, что совершенно не так. Это очень смелая игра. Это только для тех, кто умеет технично действовать. Для любителя, может быть, это и про... Это психологически непростая, психологически сложная игра. Например, если игра одним шаром предполагает возможность больше уходить в отыгрыш, прятаться, передохнуть, то здесь вам никто передохнуть не даст. Здесь угроза может быть просто после каждого хода. Не отменяет эта игра наличие случайных падающих шаров. Кто сильно бьет, тот сильно играет, как говорят. Но все же техника, мастерство, профессионализм и устойчивое нервно-психологическое состояние делает свое дело. Выигрывает тот, кто лучше подготовлен. Пока еще все довольно профессионально отыгрываются. Нет каких-то ошибок, нет явных проблем. Продолжительно, мне кажется... Ну вот, я предполагаю, что Сергей может сейчас атаковать. Даже не столько по игре, сколько по характеру. Это игрок очень атакующий. И в то же время он умница. Он себя научился сдерживать. Действительно, крайне повысил свое мастерство. Научился не кидаться на все, что он может забить. Он ведет игру. И это много значит. И это привело его, как вы видите, к финалу Кубка Мэра. Да, для Дмитрия. На Дмитрия вообще не сказалось. Похожа его небольшая ошибка с фолом. Он также сконцентрированно и продолжает четко действовать. Хотя сейчас у него не очень удачный отыгрыш. И теоретически есть хорошая возможность начать сыгрывание партии. Сыгрывать несколько шаров. Но нет, не принимает это. Сергей, он берет, он атаковал с другой стороны. К сожалению, неудачно. Еще один шар мог подтолкнуть все-таки биток? Мог. На мой взгляд, это было слишком быстро сыграно. Подготовки к удару не было должно? Подготовки к удару недостаточно. Все-таки это не на своем домашнем столе игра. Надо немножечко как-то попытаться скоординировать ощущение стола и удара. Представить себе сначала. Сделать некоторую, может быть, даже идеомоторную подготовку. Хотя бы разочек, чтобы прочувствовать, какой должен быть удар. Но не так же стремится. Они все быстрые игроки. Это не отменяет темп удара от подготовки. Я не говорю о том, что надо убрать в подготовку. Она должна быть чуть-чуть более концентрирующей и внимательной, чем, к сожалению, Сережа сделал. Посмотрим, может быть, он это вполне понимает. Он это ощутит, да, и должен нести коррективы. Все уже знают, что первая партия, она всегда разыгрывающая. Она всегда пристрелочная, формирующая. Вот сейчас Дмитрий сыграл в реколь. Вот, посмотрите на повторе. Задача попасть на хорошей силе в борт рядом с шаром. И уже от борта попасть в шар, и шар заходит в лужу. Никаких винтов не нужно, кроме верхнего. Главное правильно попасть и по силе не слабо ударить. Чтобы виток в резину вжался и уже оттуда отразился. Прицельный шар и попал в лужу на отскоке. Ну и вот оно пошло сыгрывание. Дмитрия тут на выбор. Свояки по среднему лужам стоят. Да, он сейчас сделал выбор, попал на свояк. Для того, чтобы после этого удара был подкат к углу. Если к угловой лузе. Он докатил, похоже. То есть прицельный шар должен был пойти, не только пойти, но встать в угол. Немножко не хватило скорости. Это не мешает для того, чтобы потом Дмитрий сыграл в своякам. Также у нас кати. Перевод, по-моему, не получился. Нет, не получился. Нет, не очень видно. Возможно, на центр можно было сыграть. Можно будет сыграть чужого. Но угол очень неприятный. Здесь надо подобрать скорость, чтобы губа не отбросила назад прицельный шар. Ну и на тихой скорости, соответственно, надо быть уверенным в том, что не попадется никакой кусочек отмела на столе. Не сместит биток. По траектории, что прицел будет точно соответствовать удару. Рискованный удар. Если он на него решится, это на удачу. Да, никак не может решиться. Понимает все опасности. Да, есть понимание, к чему это может привести. Цена вопроса заставляет играть в другом ключе. Здесь главное было, чтобы какой-то шар на дальнюю половину не ушел. Да, чтобы... Чтобы СВК не было комфортно. Совершенно верно. Ну, Сергей Коржановский сейчас подходит к столу. Это для него простейшая ситуация. И он уже, я думаю, адаптировался психологически. Осталось только играть в свою игру. Он очень смелый. Оба спортсмена, которые сейчас за финальным столом, они оба очень смелые, очень профессиональные, наигранные, быстро играющие, атакующие. Они всегда показывают очень красивую игру. Нам с вами повезло, потому что это будет яркий матч однозначно. Всегда мне нравятся сравнения с другими видами спорта. И мне всегда нравится бильярд тем, что здесь никогда не бывает счета 0-0. Всегда что-то красивое, всегда что-то запоминающееся остается в том или ином матче. Да. Сергей выбирает шар с подбоем, потому что один бы удар, который был почти прямой в лузу, ничего бы не решил, он бы не сделал с этого игру. Да, Сергей в данном случае решается на, может быть, на большой риск. Он понимал, что он после этого удар может и проиграть, но ему нечего уже терять. Ему надо разыгрываться. Во-первых, он засиживается слишком, пока играет Дмитрий. А вот ему надо разыгрываться в данном случае. И помимо этого риск может привести к тому, что он и вытащит эту партию. Это разумный риск, который Сергей Киржановский предпринял. Повезло, что есть соперник сейчас, не воспользовался своим шансом. Это характер быстрых игроков, когда они играют по темпу, а не по, скажем так, ощущениям. Не по качеству. Да, не по ситуации, когда надо что-то более, может быть, сделать управляемее. Это характер, который их приводит к тому, что они не теряют свою органику. Они играют по своим ощущениям, по своей кинестетике. Это много значит, потому что те, кто играет долго, долго думают, они теряют качество игры, именно свое личное. Они играют только по какой-то такой продуманной истории, когда у вас мозг работает, а тело уже забыло, как действовать. Очень хорошо действует Сергей Киржановский. И наиграл себе еще и свояк в среднюю лузу. Вот о чем и речь. Он немножечко себя разогрел, но, к сожалению, слишком поторопился. Опять возвращаемся к разговору, что подготовка к удару не важная, а первостепенная. Первостепенная, вы право значение. Но опять-таки, сейчас он налаживает свою игру. Сейчас сделаю две-три ошибочки, после этого, может быть, уже не сделает ни одну. Ну, лимит ошибок, потому что пару партий, наверное, исчерпал представители Молдавии. Даже всю игру можно, точнее, всю партию первую можно не забить ни одного шара, а потом выиграть остальные игры. Которые также проходят при поддержке правительства Москвы под эгидой Международной конфедерации пирамиды и Федерации бильярдного спорта России. Да, Международная конфедерация пирамиды и ФБСР, они очень много делают для развития. Их поддержка очень значимая. Что приятно, мы видим каждый год столько эмоций, столько интересных матчей, игр. Мы видим, как растет профессионализм спортсменов. Вот самый яркий и практически любимый Сергей удар, когда он забивает свой КНЦентр и от трех бортов подбивает пирамиду. Раскрывает позицию и приближает себя к успеху. Да, вполне возможно, что у него не только не было задачи выиграть первую партию, но усыпить бдительность соперника, это же имеет место быть. Сейчас он один у стола, он даже, мне кажется, и не помнит, с кем он играет. Он просто... Открытая тренировка. Да, делает свое любимое дело. Сергей Крыжановский из Молдавии. Он мастер спорта международного класса. Он также чемпион мира и Европы, и, насколько я помню, двухкартерный чемпион первенства мира. А еще Санкт-Петербург Опен, у него тоже, в его коллекции. Сергей продолжает. Свою серию? Да, свою серию. Ну вот, действительно, получается так, что первая партия пристрелочная, разминочная. Да, фору небольшую дал сопернику, но дистанция длинная. Да, играет рискованно. Это называется стрелять. Как вы правильно говорите, пристрелочная партия, вот они стреляют. Это оба игрока-биллиардиста-стрелка. Они делают это все на сильных эмоциональных ударах. Ну вот, в какой-то момент бы себя остановить, если вдруг не пойдет. Я боюсь, что ни тот, ни другой не отойдут от своего первоначального плана. Со временем. Время все меняет. Когда цель становится важнее исполнения, когда красота игры не в том, чтобы забить какой-то сумасшедший шар, а в том, чтобы сыграть все, что попадается на столе. Когда красота игры не от самого мощного длинного удара, а от каких-то ювелирных сыграний. Не только. А, к сожалению, упал, а не застрял. Иначе бы для Дмитрия это был бы победный шар, потому что он бы наверняка собрал скотилую серию. Ну вот зрители поаплодировали, а Дмитрий... Разочаровался. Да, разочаровался. Потому что теперь надо работать. Теперь надо искать. Тут можно было бы уже счет изменить, да, в матче на 0-2. На 2-0, точнее, в пользу Дмитрия. Ну, такая игра зрелищная. Она нравится, в первую очередь, и публике смотреть. Кто-то, опять же, кто считает, что это такое бестолковое забивание шаров, может посмотреть, как классно ребята забивают. Я тоже так хочу. И пойдут не сегодня, так завтра. Сегодня суббота. Так что все вперед. Вперед. Ну, на экране кажется, что это все легко. Это великий труд, и ребята тоже не сразу... Столько часов у стола. А вы знаете, как непросто. Это кажется, что это игра. Это игра, пока это игра. Но когда это становится спортом, тогда тренировки обязательны для достижения результата. А тогда надо себя заставлять. Не хочет организм работать по стольку часов, поскольку работают эти спортсмены. Ведь это не только физическая нагрузка. Это крайне психологическая задача себя держать в тонусе, все время концентрироваться, потому что здесь связь идет и физики, и психики. Но тут чего-то одного компонента выйдет из этой цепи, и сразу можешь просесть. Совершенно верно. Бесполезно. Нужно четко быть всегда в определенном состоянии. На это тратится много не только физических сил, но энергетических. Попробуйте себя каждый день позаставлять. Я вот хожу заниматься снухером два часа, и я под конец уже думаю, как-то пора бы отдохнуть. Конечно, они тоже все это делают с отдыхом. Без отдыха невозможно, поверьте. Психика должна отдыхать. В физическом уровне, может быть, и раздражала бы. А это профессиональные ребята, они знают, что они делают, зачем они делают, для чего все это происходит. Все чистейший удар. Не зря, да? Не зря столько... Нет, я думаю, что забитие тут ни при чем. А для того, для чего нужно плотно ставить пирамиду, чтобы не было открытой позиции, если не забьет. Сейчас у него нет открытой особой позиции, надо что-то придумывать, но зато это все равно безопасное начало. Сейчас у него тоже выбор. Вроде бы что-то и есть. Ну, такое эфемерное. А тем более на... в таком сейчас состоянии, когда все очень важно. Нет, не хочется ошибиться. Все очень сложно психологически. Но при этом все и шло. Пока Дмитрий лидирует, но вот сейчас шанс у Сергея. Свояк, по крайней мере, едет. Да, есть свояк, есть и чужой, хотя на коротком ударе, потому что близко стоят шары. Ну, я думаю, что, опять-таки, персональные ребята ничего другого. Легко справиться с такой ситуацией. Перевод на левую лузу идеальный. Сейчас, если есть немножечко, если есть резочка, то, может быть, он, да, будет подбивать. Если нет, нет, нет. Есть. У меня судебных, как видно. Конечно же, вот это и есть построение для себя позиции. Построение под партию. Сейчас, возможно, с левой руки или с машинки накатывать. Там как раз прямой шару, правый угол. Хороший шанс. Тут ския выиграть. У Сергея были уже такие случаи, конкретно на этом турнире, в первых раундах, когда он достаточно тяжело проходил их, выигрывая по 5-4. Но потом разогревался. Разогревался, разогревался Крыжановский и уже дальше просто не замечал сопротивления соперников. Ну, это хорошо, когда я все под руку, под удобную. Но бывают проблемы, когда под не твою руку стоит позиция. И тут начинается сложность. Он правой рукой тоже играет. Хорошо. Ну, вот раскрыл уже, как нельзя. Лучше здесь только собирать нужно. Только сдержаться от поспешности и просто собирать. Он появился красивый художественный удар. Сергей, кстати, любит такие эффектные. Красивые оттяжки, удары на сильных винтах. Потому что он это может. У него очень хорошая техника. Но поспешность. Перехвалили. Я же про технику, а не про темп игры. Пока не может. Вот именно в этом компоненте внести корректив, Сергей. Сергей, да. И вот страдает. Не доиграл. 6-1. Ну, это, с другой стороны, тоже понятно. Иначе он потеряет свой темп, а не личный. То есть потерять свой личный темп, может быть, не сыграет там, где должен был бы сыграть легко. Он тоже мастер спорта международного класса. Он тоже чемпион мира. Так же бронзовый призер чемпионата мира, победитель Кубка мира 2015 и победитель Кубка Кремля 2016 года. Нет россиян в финале противостояния Украины и Молдавии. К слову, Дмитрий обыграл пока еще действующего победителя Сергей Грыславец. В 1-8. В 6-3 выиграл. Да, он очень хорошую группу показал активную. Ну, как обычно. А вот статистика личных встреч между Дмитрием Белозеровым и Сергеем Круженовским. 5-2 в пользу Дмитрия. Посмотрим. Это будет 6-2 или 5-3. Пока все склоняется в том, что Белозеров будет держать свое преимущество на уровне. Но погоня удается. Удается. Устали всего 5 шаров. И 6-5. Похоже, пока еще перевес на стороне Сергея. Но есть продолжение. Есть. Я вижу, что тот шар, который на борту, он совсем на борту, чуть-чуть отходит. Но это для чужого несыгрываемое. Да, остается либо свяка сюда играть, либо в отскок, который был ниже. На середину хорошо идет шар. Идеально. Интересно, он выберет чужого или свяка играть. Дал хорошего левого винта. И на тихом ударе скатил свяка. Да, он не был чужого. С хорошим. С идеей выйти под нижний сваяк, наверное. А может, кто-то подкатывал к лузе. Но в любом случае это без безопасный шар. Есть что играть. Имеется в виду безопасный выход. Бывает так, что остается какой-то предпоследний шар, а с него выход никак не сделается на последний. При таком ударе, который выбрал Дмитрий, он решил обе задачи. И забил, и сделал выход. Непростой получился, но присутствуют возможности. Вот шар на партию. Чужой рассматривал Дмитрий, но сыграл свяка эффектно. И, ну, просто увел из подноса эту партию. И, ну, колоссальный психологический, в первую очередь, удар для Сергея Крыжановского. Вел он 6-1 и проиграл в итоге 6-8. И 0-3 в матче до шести побед это уже много. Невозможно быть роботом и не отреагировать на такое положение дел. Это однозначно проходит какую-то стадию психологического влияния ситуации. Ему надо с собой работать. Конечно же, он, ну, в любом случае, он точно знает, что делать, как готовиться и к турниру. Потому что он не первый раз в финалах. Дмитрий точно знает, что в какой ситуации, как себя держать, как себя вести, как думать. И что делать, чтобы получилось. Вот мы много говорим о тонусе игровом. Две партии просидел в роли одного из зрителей, Дмитрий Белозеров. Билет был в первом ряду, в самом первом. Но вот сейчас хорошо получается. И позиция открытая. Стихия для атакующего игрока. Это так. И еще атакующая игра, она очень зрелищная, она заводная. Это красиво. Ну, это очень непросто. Еще раз хочется сделать акцент на том, что это внешне кажется легко и непринужденно. Но за такой легкостью стоит несколько лет упорных, усердных тренировок. До мозолей, до... Совершенно верно. До, не знаю, потерянных нервов. Это так. Сейчас Дмитрий забил с ВИКа, но он сыграл его на отскоке на силе. Большинство людей сыграло бы это все-таки на скате, с винтами. Но Дмитрий не любит, например, немножко не достоял. И толсто попал в данном ударе, когда он сыгрывал с ВИКа. Не точно попал. Попал чуть толще и получил контратуш. Повторное касание было. Битка с прицельным. У меня с этого ракурса не очень видно, что есть, если только вода с вояк в правую лужу. С правой руки для Сергея не... Неорганичный, но он уже ею... Он же натренировал правую руку. Так часто очень. Это распространенная вещь для снукеристов. Ой, для снукеристов. Для бильярдистов. Я все про свое. Ну, он ее натренировал, но правая рука для него уже не является чем-то сложным. Тем более на силе несложно сыграть. Сейчас он должен остаться чужой из пирамиды. Если он прямой, то накатывается. Но я вижу, что он пристреливается, прицеливается с нижним винтом. Резко есть, похоже. Да, значит, с нижним винтом, а это, скорее всего, он подобьет оставшуюся кучу пирамиды. Отдерганно сыграл резко. Не успел нанести удар, уже успел уйти. Получилось, что куда целился, не попал. Такая небольшая грех по технике, но в результате большая ошибка. Если вы заметите, у Дмитрия манера немножечко более... Несмотря на активную манеру, он все равно после удара немножечко задерживается, за редким исключением. И вот эта задержка после удара позволяет ему... Задержка в стойке? В стойке, да. Задержка в стойке после удара позволяет ему не совершить ошибки, которые допустил до этого Сергей. Не успел, например, там. Потом не успел ударить, уже встал. Но нервы сказываются. Меня удивляет, что Дмитрий сейчас промахнулся. Для него не свойственно на таких шарах ошибаться. Могу только посетовать на нервы. Это, кстати, очень частое замечание тренеров, когда обращают внимание на то, что нельзя быстро вставать из стойки. То есть, да, ты можешь понимать, что уже неправильно нанес удар. И во время даже движения битка, еще когда прицельный продолжает свое движение, ты понимаешь, что нанес неправильный удар, но нужно все равно остаться в стойке. И как-то вот такой скоропалительный может анализ, но сделать того, почему произошла эта ошибка. Это даже нужно не столько для анализа, можно даже не думать в этот момент. Это важно для того, чтобы считывал подсознание и ощущения ловило. Потому что это и есть накопление опыта. Вот если вы встанете сразу, то визуально эта память останется, а ощущения сотрутся. А что такое по-настоящему опыт? Это нагреш ощущений. И его надо обязательно себе оставлять. Это возможно только после того, как вы будете задерживаться после удара хотя бы на просеку. На долю секунды. Вот уже, похоже, не везет немножко Дмитрию. Шар застрял при его предыдущем ударе. И теперь... Да, и здесь проблем нет. У Сергея скатить всю партию туда. Скатить всю партию в лузу в одну. Ну и поверьте, в некоторых ситуациях имеет смысл сыграть сильно, чтобы сделать лучший выход. Все шары, почти все, удобные, находились уже на другой половине поля. И я думаю, что Сергей правильно сделал, что играл на силе. Хотел перевести на нижнюю сейчас к нам правую лузу. Делать перевод шара не очень получилось. Но это разумно, потому что катить шары через весь стол, было-то рисковать тем, что чуть-чуть на каком-то кусочке мела слетит с траектории биток и может даже промахнуться по прицельному. Такое бывало. Ну и здесь есть чем поживиться, так скажем, Сергею. Может, не переживать. Ему есть что играть. И семь шаров, и наиграл себе. Ну, да, наиграл на среднюю лузу. По технике, вот мое личное мнение, мне больше нравится техника Дмитрия Белозерова именно тем, что она более... Она, кажется, более классическая. Не то, что классическая, она более уверенная. Она такая, ну, не то, что уверенная, наверное, а более продуманная. Для меня все, что продумано, это значимо. Знак качества. Да, это знак качества. Это мне нравится гораздо больше. Это напоминает мне игру Мориса Вартикса. Он, по-моему, в 2015 году выиграл Кубок Мэра. Самая идеальная, на мой взгляд, показательная техника, показательная игра. Вот мне напоминает такую же выдержанную игру. Игра Дмитрия. Ну, пока у нас отрезок Сергея Крыжановского. И третью партию подряд представитель Молдавии оставляет за собой. И вот мне как раз Сергей нравится его, верность своей натуре, своей скорости. Все очень ювелирно прорабатывается. Это нам кажется, что легко. Ребята это тренируют постоянно, каждый день. Это один из главных элементов. Один из главных элементов именно этой дисциплины. Красивое начало. С разбоем, похоже, нет проблем у Дмитрия, по крайней мере, в этом матче. Смотрите, немножко повезло, потому что какой-то позиции адекватной не осталось после неудачного удара. Да, шары энергично двигались, но при этом группа осталась неподвижной. Да, Сергей, я думаю, что может себе что-то выкружить, найти. Мне отсюда не очень хорошо видно, что на центр встала. А, есть на угол. Или нет, где-то был только что ракурс. Нету на угол. Играет все равно. Отыгрыш. Он сыгрывает отыгрыш. Напомню, по правилам нужно, чтобы один шар коснулся двух бортов. Или коснулся борта и перекатился через середину. Ну, или в другом порядке перекатился, а потом ударил сам борт. И опять практически как с 0-0 счета. Они играли первую партию по отыгрышу, все было. Ну, так и было, да. Да. Как раз вот. При счете 0-0. Теперь при счете 3-3, да. Но у них как будто бы исходная партия. Но при этом они в другом игровом тонусе находятся. Интересно, как распорядятся своими возможностями. Вот, Сергей, сложная была позиция. Высокий мост. Проносить ки пришлось над группой. Очень качественно сыграл. Теперь он будет забивать свояка, который стоит, прицельный стоит на борту. Значит, будет максимальная скорость с тем, чтобы подбить пирамиду. Но такой угол был, что подбить ее, конечно, было, скажем так, мало шансов. Да, отразился от бортов шар и не было движения вперед, движения в сторону группы, а наоборот от нее. Отыгрыш без продолжения. Это правильно. Непонятно, что можно было бы здесь делать, так, чтобы не продолжать отыгрываться. Есть такой термин. Некуда нырять. У ребят как раз такая ситуация. Они бы рады в атаку пойти, да? Я помню игру в 45 минут от игрышей у мальчиков. Это была интересная, красивая игра для тех, кто... Это отдельное искусство. Это отдельное искусство. Нужно просто проникнуться. Не переключать канал, просто понимать. То это большую выдержку надо иметь, чтобы, во-первых... Расчет тонкий всегда и расчетливо играть. Совершенно верно. Как раз можно просто еще раз удостовериться в том, что бильярд, любая его разновидность, это многофункциональная, многогранная игра, где сочетается атака с защитой и иначе никак. Если что-то от нового у тебя проседает, то вряд ли можно на что-то серьезное рассчитывать. Совершенно верно. Сейчас теоретически есть свояк вправо в угол. Возможно, что если чуть-чуть, он может зацепить на обратке и зацепить пирамиду. Пирамиду он зацепил, но забития не случилось. Но и зацепил все-таки так вскользь. Много шаров оттуда не отстыковалось. Для Сергея тоже стоит свояк в ту же лузу. Есть ли что-то еще интересное? Наверное, нет, он будет играть. И, возможно, будет как раз играть тем шаром, который ближе к пирамиде. А отказался, на центр играет свояка. Не очень удачно. И это было опасно. Так быстро опять заметили, что немножко в торопях. Опять и быстро подготовился, быстро потом из стойки поднялся. Повторюсь, что это его манера, с которой он сросся. А значит, он неорганично себя чувствует. И если он начнет себя сдерживать, это сильно может повредить ему. Просто надо со временем себя научиться сдерживать. Через пару лет, я думаю, что он сбалансирует свой темп, сбалансирует эти моменты, где можно сыграть, как обычно, а где-то надо сдержаться. Посмотрим. Даем пару лет. Обычно все это с возрастом приходит, действительно. И вот, может, ты пересмотришь свою игру, если раз проиграешь, так два, три, и действительно внесешь какие-то коррективы, станешь по-спортивному мудрее, по-спортивному опытнее. Совершенно верно. Сейчас чужой был с переводом на угол. У него хорошо получилось теперь. Теперь центральным шаром можно спокойно накатывать. Кажется, уронил на борт. Мне отсюда не видно. Да, на борт стоит. Ну, это не помеха тем, что... Потому что бы сыграть от него свояка на силе. Так как он на борту, надо на силе играть. Вот сейчас. Да, вот так. На центр получается перевод. Отразится шар от борта. Далеко ушел, да. Несколько лишних сантиметров прошел биток. Здесь надо надежно забивать, а не выходить. Такой ситуации. Семь шаров. Не все удачно складывается у Дмитрия, потому что вроде бы и потрогал шарик, два шара, биток. Вроде бы и должен был бы их подбить, но не вывел на игру. Свойка в правый угол. Поторопился. Такая же эмоциональность появилась в игре. Крыжановский стайл, да? Да, Крыжановский стайл. Красиво. Ну и потом. Вот в таком темпе можно играть на том столе, на котором ты постоянно тренируешься. Когда у тебя есть связка с тем, как ты тренируешься, и уже нет привычки корректировать сукно, как на новом сукне по-другому действует шар. Вот сейчас на этом столе уже поиграли несколько дней. Конечно, сукно отличается от того, с которого они начинали. Оно притерлось. То есть все время игра немножко так видоизменяется, к этому надо приучать себя. Соответственно, в таком быстром темпе это игра не на конкретном столе, это игра как в тренировке. Мы привыкли, ребята, привыкли в таком темпе играть на своих столах. А это чуть-чуть другой видоизмененный стол. Надо хоть немножко как-то выдохнуть, что ли, перед ударом и повнимательнее отнестись к своякам. Ну и вот партию оставил за собой. 4-3 Дмитрий Белозеров выигрывает у Сергея Крыжановского в финале Кубка Мэра Москвы по бильярдным спорту в дисциплине «Свободная пирамида» и Сергей Крыжановский начинает на восьмой фрейм и начинает его результативным ударом. И в свойственной себе манере сразу же раскрыл, насколько это возможно, позицию. Конечно, еще бы не мешало провести один подбой. Но есть свояк. Сейчас и будет, да, свояк с подбоем должен произойти сильный. Не повезло немножко. Не зацепил пирамиду. Прицельный. Подкатился. Но оставил большую резку. Ну, это может быть чужой в среднюю будет играть. С такого ракурса в среднюю бессмысленно играть. Если он получит, ну, получит он один шар забитый, продолжения не будет с такого шара. Если только не ювелирно стоит. А тогда, да, и значит, он стоит уверен, что накатит на... Ну, вот опять-таки, он на тяжке сыграл, пытался что-то выкружить. Объясню. Насилие на центр под таким углом играть рискованно. Если не продавится губка, то вылетит шар. А вы тем временем решаете какую-то задачу. Например, подбой пирамиды. Свой. То есть чужой шар не заходит, тот, который пытался забить. А пирамида раскатывается. Ну, как-то смысла особого нет в таком ударе. Забивать подбой нужно надежные шары. По-моему, все вынашивает эту идею Дмитрия подбить. Первый раз не получилось. И второй раз прошел правее группы биток. Немножко. Да, если посмотреть на игру, которая была в полуфинале предыдущих, то не было такого, чтобы так сильно не складывалось у него. Знаете, это все равно игра. Как ни крути. Здесь присутствует элемент везения и невезения. Складывается, не складывается. Так звезды легли. Но на то и профессионалы собрались, чтобы независимо от того, как фортуна повернулась. Спорт — это преодоление себя. Вот, однозначно. В том числе. Надо не зависеть от обстоятельств и создавать ситуацию самостоятельно. Они это умеют делать. Посмотрим, насколько это удастся именно в таком режиме, именно в таком финале. Здесь сочетание и игры, и спорта. То есть есть везение и невезение, но спортсмены, они подготовлены к таким ситуациям. Свояк на углу. Конечно, должен был быть под боем пирамиды, но вот здесь с одной стороны не забился. Шар не повезло. Но и не попал по пирамиде. Ну, сыграл в первую очередь. Не точно. Здесь, как только ты не забиваешь, если проводишь точный удар, то, скорее всего, раз ты рассчитываешь, и ты получаешь под бой. Сыграно было не точно, и промо был существенный достаточно. Совершенно точно. И вот и получается, что и прицельный шар прошел заметно левее от группы. Да, и зацепил стоящий на пути. Прицельный шар. Плазеров решает, что с Вейка сыграть тихого. Да. Удачно. С выходом на центр. Очень красивый удар. Вот это уже формирование позиции для себя. Красиво. Сложно вступительный удар получается, но классно. Действительно классно. Вот эта эстетичность. Сейчас с подбоем надо забивать чужого. А двух бортов с Вейком в кучу, как говорят. Тогда трех. Он играет от трех шаров? Нет, он не подбивает. Он накатывает на угол. Я могу поспорить, что если бы играл Сергей Коржановский, он бы сыграл чужого с подбоем. И траектория просматривалась. Длинный борт, короткий, и как раз в группу... Совершенно верно. Что дает этот накат на угол? Ну, еще один с воякой, и все. Причем на очень сильном ударе. Он не решает его играть. Есть что-то рядом с пирамидой. Молодец. Надежно все играет. Ситуация не сильно меняется. Да, все равно этот с воякой ничего не дает. Прицельный не пойдет в группу. Просто угол. Траектория не та. Особо не вижу выбора. Какой-то не самый удачный есть. Чужой на центр. Свояк он, насколько я понимаю, Дмитрий играет на центр. Но, знаете, это как агония. Просто последствия неправильного решения, мне кажется, сейчас пожинает. Ну, вообще странно. Получается, что такие действия не характерны для игрока, который проигрывает, которого не идет игра, и который перебарывает себя уже, когда идет на какие-то безумные удары. Ну, это не безумный удар. Он как следствие, он логичен, но как следствие того, что происходило на столе. Но единственное, что неправильно принято решение, на мой взгляд, это с тем чужим на центре, который стоял. после этого все разводилось по позициям. Ну, вот сыграли этого несчастного СВК, да. СВК, который, да, был. Возможно, просто у Дмитрия сейчас нет чувства сыгрывания этого шара, он не рискнул. Не знаю. Неуверенность, может быть, маленькая присутствует. Хотя он ведет в счете. Можно чуть-чуть посмелее быть. Но как раз, вы знаете, правильно... Вот ему бы азарт Крыжановский. Это такое здоровье. С другой стороны, по стратегии достаточно довольно правильно не сильно стремиться к атаке, когда ты ведешь. Надо немножечко в тайну уйти для того, чтобы не потерять преимущество. А вот игроку, который опаздывает, так называемо, который проигрывает, ему терять уже становится нечего. Ему как раз надо играть атакующе смело. Так, но останется ли шар на средний? Он играбельный. В данном случае даже, может быть, оставить своего можно будет. Делал перевод на центр прекрасно. Прекрасно сделал перевод. Оказалось бы, из ничего получилось. Вот мы говорили, что этот свояк бесперспективный был в правую дальнюю лозу, но он пришел обратно и развитие серии получился. Классная партия в исполнении Крыжановского. Да, но он начал с чего? С того, не забитого своей канат-центра от Димы Апилозерова. Тот свояк, который не зашел в центр, он вышел ровно в ту позицию, с которой раскрутился Сергей. Эта подстава случилась из-за финального дохода до того места, когда уже нечего больше было делать Дмитрию, серия каких-то странных решений. И принял в итоге неверное решение, но 4-4 еще все впереди. Ну вот тревожно ли это сигнал? Нет, развитие классическое, нет проблем, сейчас только осталось передохнуть Дмитрию, делать, может быть, какие-то приемы психологические применить и войти снова в свой режим. Закрыть глаза, досчитать до 10. Кстати, не надо отключаться от игры, вот когда человек, что-то у него не получается спортсмен проигрывает, начинает отвлекаться на зрителей, смотреть, смотреть куда-то в сторону, выключаться из игры, это не помогает. Наоборот, это по-настоящему настолько выключается из игры, что потом вернуться туда бывает сложно. Нам не видно, что на столе стоит, возможно, сложный свояк будет. отыгрыш совершенно грамотно. Шар опасно все-таки катится, но нет. Да его нечем будет сыгрывать, даже если не прикатится. Замечательно, отыгрался. Сергей. Есть куда попробовать сыграть, посмотрим, будет ли Дмитрий это делать в чужой в угол. Да, он на него пошел бесконечно. Вот такой удар ол-ин, да? Да, это ол-ин, но как ол-ин, знаете, как готовиться надо. А в данном случае это было как-то скорее агония. Мне кажется... Вторая партия подряд тревожная, думаю, за Дмитрия. Была хорошая ситуация 4-3 и перевес восьмой партии. И сейчас не обязывала ситуация к тому, чтобы идти на такой шар и раскрывать позицию и давать очень хороший шанс своему сопернику. Переводом на центр, потому что по прямой он туда не проходил. иметь в виду, чтобы сделать накат и выход в угол. Здесь очень техничный удар получился, потому что винт хорошо сработал и обогнул один из шаров. Касание не привело бы к тому, что сейчас бы играл средний Сергей. Все, аккуратно сыгрывание шаров. Здесь уже не нужно предпринимать какие-то шаги по поиску сильных ударов, потому что позиция вся есть. Здесь наоборот надо не испортить все, что есть. Наоборот, делать все надо на тихих ударчиках или, по крайней мере, без сильных отскоков. Улучшил. В данном случае он просто точно знал, что будет, улучшил позицию. когда идешь на такие удары, я уверен в успехе. Ну, было же продолжение, да, в левую, среднюю? Да, было. Но просто на один ход сдвинул этот маневр. Сергей очень любит оттяжку, он ей управляет великолепно, он знает, что после этого будет, и подбивает шары с оттяжкой, это отдельное удовольствие. Даже как отдушина какая-то лично для меня. Но центр, а не двугол. Еще одна партия ския получается. В эти партии со счетом 8-0 победил Грожановский. И впервые в матче Сергей Грожановский выходит вперед в самый ответственный момент. Любую небрежность надо отбросить. Но все-таки неудачно все прошло. И теперь позиция в распоряжении его соперника. Здесь середину простой шар. Где-то технически не доработал. Он сам может не понять. В таком эмоциональном состоянии не всегда понимаешь, что ты сделал не так. Потому что здесь очень много ключевых элементов, которые отданы подсознанию на откуп. То есть на автоматизм сыгрывается много из деталей техники. Я говорю о том, что в идеале стоит контролировать управление кием, управление скоростью, управление прицеливанием и так далее. Но не может человек в норме следить за всеми элементами. Это я вам сказала совсем немножко из элементов, которые должны быть проработаны. Я говорю о таких, которые очевидны для всех. Но в любом случае даже эти элементы сразу и одновременно контролируют невозможно. Значит, что-то идет в автоматизм. И, соответственно, когда есть волнение, волнение высказывается, выходит в каком-то... Где-то может произойти сбой. Сбой, да, в виде сбоя в том элементе, который не контролируется, который отдан на автоматизм. природу ошибки даже и не понять. Да, совершенно верно. И только тогда, когда ты контролируешь какой-то основной элемент, и он дрогнул, вот именно там провал, тогда ты его засечешь. Ну или тренер видит. Вот тренер всегда, ну почти всегда видит, где ошибка. Под эти слова Дмитрий Белозеров уже половину набора осуществил, четыре шара забил и продолжает свою атаку с дальнейшим продолжением, связанным с левой угловой лузой. Ну, такое ощущение, что он уже чисто в своей игре зря переживали, да, за Дмитрия в предыдущие две партии? Ну, ладно, он бы не переживал бы. Ему нужно по-спортивному быть холодным в эмоциональном плане ровно до момента, пока он не возьмет себя в руки. А потом эмоции наоборот помогают. Немножечко эмоций много помогают в игре. А много эмоций не мешают. да, так много примеров. Не только из бильярда, когда эмоциональность, она какого вредит, как играют на пользу. Ну что ж, 5-5. Решающие мгновения финала. Дмитрий Белозеров, Сергей Крыжановский, счет 5-5. И украинский спортсмен начинает 11-ю партию. Как вы видите, дошли до контры, до контровой партии. И Дмитрий Белозеров берет игру в свои руки. И сейчас его разбой, его разбитие пирамиды, которые он для себя право, которого выиграл еще на этапе розыгрыша перед первой партией, в начале матча. То есть, как и предполагалось, он действительно дошел до последней решающей встречи и в ней делает первый удар. Делает успешно, удачно. Он даже тщательно готовил пирамиду. Посмотрим, что он сделает в этой ситуации. Есть чужой в угол, но нам не видна позиция с какой-то резкой. То есть, в каком направлении отскок идет у битка. Сейчас видно, что в сторону борта. Значит, подбития пирамиды не будет. Остается надеяться, что он все-таки забьет этот шар и чужой не разобьет всю кучу, как это было уже дважды. Скорее всего, с оттяжкой. Да, он делает с оттяжкой, подбивает немножечко пирамиду. Вот, может быть, в угол есть чужой. А вправо-вниз не добраться до этого шара. Не добраться. Если тот, который идет через пирамиду, то пирамида перекрывает, насколько мне видно, эту линию. А тот, который стоит по отдаль, ну, до него, по-моему, не добраться. в данной ситуации я вижу только отыгрыш или что-то я не вижу. Что можно сказать? Главное, чтобы Дмитрий видел, но у него самый лучший обзор. Нелогично было бы что-то играть. Ну, может быть, не знаю, в центр нелогично было бы играть. Потому что с этого шара надежного забития нет, а подбой для соперника это не нужно делать. Да, просто вот игрыш. Аккуратный. Для Сергея позиция не лучше досталась. Можно сыграть чужого в углу, причем не обязательно тем, который на его же половине находится. Нет, выбирает его. Может быть, даже Свояка играет. Потому что есть маленькая, тоненькая резочка. Прекрасно исправляется Сергей. И выходит под позицию тоже под Свояка, с которого если Сергей решится играть этого Свояка, то прицельный шар подбивает пирамиду после сыгрывания. нет, аккуратно сыграет. Прошу прощения, у меня все-таки по игре Сергея предполагала, что он будет активно сыгрывать. Это разные, разные, можно по-разному оценивать позицию, на разные варианты предлагать. был возможен более активный удар. Так что просто игрок выбил другой. Но вот Дмитрий Белозеров. Да. Хорошо идет шар к правой лузе. Все, у него есть продолжение, и он достаточно спокойно может раскрутиться. если только не встал близко к борту. Посмотрим. Надбор отстоит немножко прицельный. На мой взгляд, можно его сыграть с подбоем, потому что я вижу, что есть возможность сыграть с шаром из пирамиды на очень сильном ударе, значит, продавливая резину, забивается чужой, а свой подбивает весь этот огромный кластер. Да. Именно это так он и собирается делать. Только забить забыл. Самое главное. шар к левой лузе катится на свой каст совершенно точно. Да, это характерная реакция. Очень недоволен, Дмитрий, тем, как провел этот удар. Насколько я понимаю, что это некоторое отрицание, потому что неподготовка к такому важнейшему удару, недоподготовка, это некоторое отрицание того, что это значимо. А ведь это на самом деле значимо. удар был. Надо было играть более собрано. Всегда удар с подвоем вы обязаны играть надежно на 100%. И даже формально для себя принять, с каким вы играете, с какой силой, с каким винтом, если с винтом, приняли решение, как играете, а дальше фокусироваться полностью на 100%, концентрироваться на забитие. Тогда все получится чисто. Часто бывает, что раз фокусировка внимания, ты держишь в голове забить шар, держишь в голове подбой или продолжение, и что-то одно не получается. А смысл думать о выходе, о нем нужно думать заранее, о момент удара нужно думать только либо ты о технике думаешь, когда необходимость такая, либо о забитии. А о выходе уже думать не надо, это планируется заранее, до удара. Есть повод для разочарования у Сергея Крыжановского. Все в его руках было. Теперь, мне кажется, Сергей не отпустит даже ни на йоту ситуацию. и только чуть-чуть не подпортит позицию. Так, что же сыгрывание? У нас есть центр, у нас есть угол, в угол сваряка, насколько я понимаю, можно сыграть. Ну, выбор большой, гадать не будем, подождем, что придумает Сергей, ему виднее. Прошение, Дмитрий, да, ему виднее. Вот уже правильный ход. Он себе дает возможность додумать, а что же надо сделать, успокоиться, пойти попить водички, это очень важно, потому что за это время лимическая система берет управление на себя. Если эмоции первые, это миндалевитная железа управляет человеком, надо дать пару секунд, три, хотя бы пять, чтобы уже олимпическая система сказала так, дайте подумать, привела в порядок голову и уже человек спокойно бы действовал. очень грамотный подход. Сейчас Дмитрий продемонстрирую. на тяжке упал, на тяжке еще упал. И биток. Да, Дмитрий однозначно хотел сделать выход, для него это плохая реализация выхода, а сейчас и входа. Это однозначно не может, конечно, не может пройти бесследно подход в этом матче к контре, контровой партии. Для каждого игрока это не может быть каким-то поверхственным действием. Все бьет по эмоциям, все бьет по нервам. Каждый из них мечтает выиграть этот кубок. Вот теперь Сергей такую паузу берет. А они интуитивны, им может быть тренеры подсказывают, сделай глоточек, сделай перерыв, выдохни, чтобы эмоциональнее, более стабильно действовать. Не получается, но поверьте, финал в таком турнире наверное самое волнительное мероприятие для бильярдиста. И все кажется уже понимает Сергей Крыжановский. Да, Дмитрий Белозеров выигрывает кубок мэра Москвы. Дисциплина свободная пирамида. 6-5. Как бы то ни было классно. это очень красивая встреча. Она будет проигрывать на экранах очень многих любителей и профессиональных спортсменов по бильярду. Я считаю, что нам очень повезло наблюдать такой матч. спасибо огромное за красоту. Спасибо обоим игрокам. Сергея просим не отчаиваться. Большие победы придут. Молодой, амбициозный, дерзкий спортсмен, который еще выиграет. хочешь верить, да, не один турнир. Статистика, ну, примерно равные цифры. Абсолютно.